А перед началом данного ролика рекомендую развлекательный канал Мульти. На нём вы сможете найти гонки, обзоры модов в GTA 5, самп и ещё много различных крутых видео по самым разнообразным играм. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Овер. Сегодня у нас очередной CS GO патруль. Давненько, ребята, у нас не было патрулей в CS-очке, и поэтому сегодня я буду заниматься именно этим. Буду ловить с вами читера. Смотрите, идёт одиннадцатый раунд, подозреваемый играет на карте The Dust 2 затеров. И смотрим, бам, хорошенький, ребята, хэдшот. Единственное, что бы я сделал сейчас, это чуть-чуть потише звуки. Вот, ребята, секундочку просто, секундочку, и вот так. Всё, смотрим, вот так будет приятнее смотреть. Вот, ну, в принципе, первый килл был обычный, знает, где сейчас находится противник, убивает, то есть отлично, прям стопроцентный килл. Никаких пока подозрений нет. Давайте я сейчас буду замедлять, когда будут такие моменты, знаете, вот, ну, что-то типа такого, наверное. Смотрите. Увидел. И. И. Встал, стрельнул, не попал, ребята. То есть вот сейчас добил, со второго выстрела только попал. Вот, можно сделать такой небольшой вывод на наличие Аима, да. То есть, ну, как бы, если бы у него было Аим, ну, скорее всего, он бы попал с первого раза. Вот, но смотрите. Вот здесь ему помешал свой тиммейт выстрелить, как я понял. Ну, давайте посмотрим, как он будет с мухи стрелять. Потому что с мухи тоже можно быстренько понять, использует Аим подозреваемый, есть у него ВХ или нет. Вот, смотрите, там есть на ланге еще парень. Но наш подозреваемый не думал туда идти. Идет так же, как шел, в принципе, в предыдущем раунде. Идет по Зиге, что-то там пытается сделать, и его ослепили. То есть, видите, он отвернулся. Если бы у него было ВХ, ноу-флэш и так далее, то, скорее всего, он побежал бы вперед. Смотрите, есть на Зиге Потс. Давайте посмотрим, как будет все это сейчас происходить. Смотрите. Все, теперь знает, ребята. Знает, что есть, выходит в смоук. Увидел и... Ну, ничего, ребята. То есть, увидел и получил в голову. Пока я не понимаю, за что ему кинули все-таки репорт. Ребят, ну, не понимаю я. Не попал. Пропустил вообще многих. Смотрите, и все. То есть, ну, скорее всего, дал инфу. И ничего не происходит. То есть, мне непонятно. Давайте посмотрим счет этого подозреваемого. И счет у него 9-9. То есть, у него даже счет, ребята, не читерский, а обычный такой счет. Смотрите, ждет просто мидл. То есть, ждет, пока будет выходить. Вышел. Попал, не попал? Нет, не попал. Вот, смотрите. То есть, не попадает даже по игрокам. Ну, там тяжело, на самом деле, было попасть. Нужно иметь хорошую реакцию, хорошую точную стрельбу. Вот, ну, в принципе, я не говорю, да, что подозреваемый стрелять не умеет. Да нет, стреляет он вот как раз-таки нормально. Сейчас он доказал нам просто. Вот, как-то не пошло. Берет калаш, ребята. Будем смотреть, как будет стрелять с калашом. Потому что снайперские винтовки, это снайперские винтовки из калаша. Ну, нет аима, ребята. Видно, что нет аима. Тут даже не опытный игрок, да, даже там начинающий может сказать, что аима нет. Потому что вы видели, какая стрельба была. Вот, давайте посмотрим. Слышно. И, ну, зажимает. Тут тяжело было не убить, на самом деле. Противник был с 5-7. Ну, кстати, у нашего подозреваемого не было брони. То есть, если бы КТ-шник попал в голову, он бы, скорее всего, убил. Вот, потому что 5-7 очень мощный. Особенно на ближних дистанциях. Это просто, ну, самый мощный пистолет, как по мне, на ближних дистанциях. И самый точный, и самый жёсткий. Ну, смотрим. Смотри, сейчас будет нашивать мидл. Будет ждать на... Ооо, нифига себе, как его жёстко пристрелил КТ-шник. Вот кто, скорее всего, ВХ-шник-то. Не наш подозреваемый, а противники его с щитами играют. Но я, ребята, не понимаю, за что ему кинули репорт. Вот, ой, как не понимаю. Вот, поэтому досмотрим патруль обязательно до конца. Чтобы выяснить всё-таки это дело. Мы с вами рассматриваем все дела. И читеры, и не читеры. Потому что мы с вами такие борцы за справедливость, за свободу. То есть, невиновных мы не баним. Виновных, ну, разумеется, конечно же, баним. Увидел, убил. То есть, ну, без вопросов всё. Смотрите, на зиге там уже есть парень. И он... Он либо видел. По-моему, он видел. Ребят, по-моему, он видел. Плюс ещё могли инфу дать. Смотрите, ждёт. Стреляет и умирает. И КТшники благополучно берут раунд. Седьмой. 7-7, счёт 15-й раунд. Оп, попал. То есть, смотрите, не попадал, не попадал. Сейчас попал. Я не знаю, за что ему кинули репорт. Ну, просто не знаю. Он даже играет не особо жёстко. Давайте вот сейчас счёт ещё раз посмотрим. Чё он там успел настрелять? 13-10. То есть, даже, ну, не суперский счёт. Он не так убивает, знаете, что прям вышел и прям на патрон троих убил. Нет, обычные киллы. То есть, обычная игра. Я не знаю. Тут даже ровная игра, как бы, я мог бы, знаете, сказать, типа, КТшники забомбили. Но тут... Чё бомбить-то, если игра ровная, то есть, да? Игра идёт, ну, вот, равная. Поэтому я не знаю, ребята, за что ему кинули репортик. Если вы знаете, пишите в комментариях. Будем с вами обсуждать. Пишите также тайм-коды. Минуты, секунды. И пишите, где я не заметил какие-либо читы. Либо, наоборот, что-то лишнее сказал. Будет очень интересно пообщаться с вами. Я, может быть, не отвечаю на комментарии некоторые, да? Но я читаю и для себя хотя бы, ну, какие-то выводы делаю. Мне так намного легче в следующих патрулях, ребята. Поэтому здесь вам тоже отдельное спасибо. Ну, вот, кто оставляет комментарии. 8-7, свапаются сторонами. И смотрим пистолетный раунд. Давайте реально посмотрим пистолетный раунд. Потому что, возможно, за террафон не читерил. А за КТ сейчас подрубил себе АИМчик триггер. Туда-сюда, в Хашечку. Но нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, ничего не подрубил. Ну, в принципе, как и ожидалось. Вот, зато купил, ребята, 5-7. Это, вот, я лайк ему ставлю уже. Потому что я очень люблю 5-7. Смотрите. Умирает. Не помог ему 5-7, потому что без брони был. Потому что он был без брони, а противник, скорее всего, был с бронёй. Вот. Ну, тем более, не попал. Ребята, я, на самом деле, не понимаю, почему кидает в патруле вот таких людей. За что им вообще кидают репорт. Он не фанится. Он не убивает своих. Он не АФК. Он не руинит катку. Он жёстко не убивает. У него нет ВХ. У него нет АИМа. Он не использует программы для банихопа и так далее. Команда, которая проигрывает, она не с таким жёстким счётом проигрывает, чтобы бомбить и кидать репорт. Ребята, вот это действительно патруль, в котором я не знаю причину репорта нашего подозреваемого. Действительно, просто не знаю. Ну что, вот за такое ему репорт давать? Ну, это бессмысленно. Это бред. Вот. Просто бред. Бред, я не знаю, 10-7 выигрывает наш подозреваемый. Молодец. Всё отлично берёт. АВП это его, наверное, фейворит оружие. Любимое. Одно из любимых. Потому что, ну, он, видимо, снайпер. Знаете, он потому что постоянно тос... Ооо, вот это да, ребята. Ну, вот, может быть, за этот момент чисто вот, может быть, только за этот ему кинул репорт Робин, да, бот. Ну, в смысле, не бот, а парень. Ну, ники нам поменяли, конечно, вот. Возможно, именно за этот, смотрите, вот, финальный аккорд такой. Именно за этот момент, может, он получил репорт, ребята. Я не знаю. Поэтому мне достаточно доказательств. Если вы знаете, почему этот парень получил репорт, пишите об этом, ну, пишите это в комментариях. Также, ребята, если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальчики вверх. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. И, ребята, с вами был, как всегда, Овер. Не щетерите в КСке. Всем удачи и пока-пока.